Итак, доброе утро, дорогие друзья! Все, мы приступаем к изучению Торы, традиционный урок Торы. Значит, Боруха Тодуной Ренголом, Шокольня Бедора. Ой, да, Максим Перенчук сегодня обогнал всех. Кто, кто стремится первым прийти на урок Торы, тот, кто уже имеет большое, внутри правильное намерение, да, то есть с какой силой мы двигаемся в сторону Бога, с такой же силой Бог отвечает нам. Все в этом мире очень равномерно, очень, очень равномерно, то есть все, как человек инициирует, а Бог ему отвечает. Яков Шатадин, шалом! Отлично! Значит, мы продолжаем изучать 10 главу. Прямо с 10 главы пошли уже конкретика такая, что делать, как делать, когда делать. Очень, я очень люблю Мишлей, потому что они дают прямо конкретно, конкретные советы, что и когда, и во сколько делать. Значит, мы дошли до того, что умный человек, он собирает в любом возрасте, то есть он обучается в любом возрасте, и тот, кто работает, он, он как бы, вот интересная есть история, это чуть к прошлому уроку относится, к отрывку номер 5. Пятый отрывок, что собирающий летом сын разумный, спящий во время жатвы сын беспутный. Значит, был такой огромный, огромный проект, назывался он, назывался этот проект Евросеть. его организовал Чичвартин, и Евгений Чичвартин, и он быстро, прямо буквально там за год, может за год, может за полтора, открыл 5000 магазинов. То есть что-то было фантастическое, скорость развития, все. Но потом эти магазины работали, продавали, то есть как бы система с виду была отличная, но в ней была дырка в сотни миллионов долларов. Не хватало, куда-то они утекали. Оказалось, что он не смотрел на маленькие, то есть были статьи расхода, например, 5000 магазинов, там бумага на 10 долларов в магазине в месяц. Ну чуть больше, чуть меньше, какая разница, 10 долларов всего, да? Теперь 10 долларов с магазина, это 50 тысяч долларов в месяц на одной бумаге. На чашечках, на стаканчиках, на всякой мелочушке такой, и Евросеть, она была в минусе, а не в плюсе. Получается, что вот на этих мелочах, когда нам сказали, что лето, это уже после жатвы, и сын разумный, он собирает даже после жатвы, то есть он берет всякие такие небольшие вещи, то есть он прикладывает усилия. Понятно, да? Хорошо, шестой отрывок. Сегодня мы пришли, шестой отрывок. Брахот, Лерош, Цадик, Упиры, Шаим и Хосе, Хамас. Это мы прошли уже в тот раз, что благословение на голову цадика, праведника, а род злодеев покроет насилие. Это мы уже прошли. Седьмой отрывок. Вот все, сегодня мы начинаем с седьмого отрывка. Седьмой отрывок такой. Это очень частая фраза. Я думаю, что эту фразу из Мишлей произносят чаще всего. Чаще всего, потому что фраза звучит так. Седьмой отрывок из десятой главы. Зехер цадик левраха. Значит, эту фразу, память праведника для благословения, ее произносят в день, наверное, сегодня. каждый день произносят не менее десяти тысяч раз. Почему? В религиозном мире принято, когда упоминают какого-то праведного человека, который уже умер, сказать о нем зехер цадик левраха. Вот именно этот отрывок. Память праведника для благословения. Вешем решаем иркав, а имя злодеев сгниет. Когда упоминают, например, Гитлера, говорят имахшмо вазихро, чтобы стерлось его память, имахшмо, чтобы стерлось его имя и память его. Имахшмо вазихро, чтобы и имя его стерлось, и память о нем чтобы стерлось. Это так говорят о злодеях. Ну, в современном мире. Это тоже взялось отсюда. А зехрано цадик левраха, зехер цадик левраха, как правильно здесь написано, это благословена память праведника. Значит, что это значит? Вот представьте, каждый человек живет в зацаль, да, зехрано цадик левраха, зехер цадик левраха. Правильно, Максим сразу нашел сокращение. Пишут, когда о праведнике, который умер, добавляют эти три буквы. Зацаль. Там такой-то равыц, как зильбер, зацаль, зехер цадик левраха. Хотя лучше было бы сказать полностью эти слова. Память цадика для благословения. Значит, что такое благословение? Что такое вообще память? Значит, каждый человек живет в мире историй, которые он сочиняет по ходу дела. То есть, мы все живем в мире истории, которые мы сочиняем по ходу дела или принимаем уже готовые истории. И дальше мы эти истории запоминаем, делимся историей. То есть, весь этот мир, в котором мы живем на сегодня, это набор истории. Там люди верят, что есть разные страны. Вот люди, например, они, Патистан и Индия. Одни говорят, вот мы верим, что мы Патистан, они один народ. А другие говорят, а мы верим, что мы Индия. Или еще ярче пример, Северная и Южная Корея. Северная и Южная Корея это один и тот же народ, полностью вообще, идентичный. Только Северная Корея, они верят, что они коммунисты, а Южная Корея, они верят, что они эти, капиталисты. Демократы, капиталисты И вот они все живут, каждый живет в своей идеологии и каждый живет в своей истории и очень верят в свои истории. Верят настолько, что готовят за эти истории и умирать, и убивать, и что только люди не готовы делать за сохранение своих историй, которые не являются фактами. Потому что если одни верят в одно, другие верят в другое, то правда каждого это субъективная правда, которая держится только на его вере, что это правда. Понятно, да? Теперь, кто такой праведник? Праведник это человек, который побеждает свою животную природу и свое эго, свое я, свои желания и выбирает путь, который сказал делать Бог. То есть он верит в то, что Бог сообщил свою волю, то есть праведник он верит, что Бог создал мир. Но чтобы в это верить, не надо быть праведником, достаточно быть просто умным человеком, верить, что Бог сотворил мир. Это как бы очевидно, это понятная речь, все в этом мире сотворено. Это еще не праведник, это просто человек, который согласен с реальностью. Но вот этих людей тоже не все, к сожалению. Теперь, значит, праведник это тот, кто верит в то, что Бог сообщил, не просто сотворил мир, а сообщил, как в этом мире действовать. И в момент, когда его желание, его животная природа, его толкают против воли Бога, он переворачивает вот это свое желание и действует, как Бог повелел делать. Это называется такой человек праведник. Он выбирает праведный божественный путь. Теперь, а что Бог сказал? В это верят, ну, как бы человек к Богу не пришел, все равно известно. Делай добро, это основа. Делай добро людям, помогай, там и так далее. Что такое добро? Это уже начинаются расхождения. Хорошо, значит, нельзя воровать, нельзя убивать, нельзя прелюбодействовать, там и так далее. Это тоже, как бы, очевидные вещи. Теперь, если Цадик, он всю свою жизнь выполнял волю Бога, значит, Цадик всю жизнь выполнял волю Бога, то люди его помнят и говорят, когда о нем, то они как увеличивают в мире его присутствие, даже когда он уже умер. То есть, они говорят, вот, там, равыц как зильбер, зехар цадик ли браха, он поступал вот так. И они, значит, рассказывают, и в момент, когда этот рассказ, он звучит и вспоминается. Браха это увеличение, увеличение чего-то, и в этот момент увеличивается добро в мире. То есть, когда ты говоришь и рассказываешь о цадике, о делах праведника, о добрых делах и так далее, в этот момент ты увеличиваешь это присутствие. Это называется благословение. Благословение это когда хорошего становится больше. Поэтому память праведника для благословения, она работает, эта история праведники, она работает даже после его смерти. А имя злодеев, оно сгниет, оно сгниет, и если мы посмотрим, то, в принципе, уже очень много имен злодеев сгнило. То есть, мы не помним о них вообще. Но, есть люди, которые держатся за злодеев и пытаются удержать их память. Кто эти люди? Это тоже злодеи. То есть, если человеку нравится злодей, если человек, его имя пытается прославлять, значит, он тоже злодей. Это как бы такая понятная вещь. Поэтому, вот так люди и делятся. Спроси человека, кто тебе нравится. Вот вы хотите понять, например, Инга Вишталь. Нужно Ингу спросить. Инга, пиши, пожалуйста, кто тебе нравится. Какие люди тебе нравятся. Кем ты восхищаешься. Если Инга скажет, я восхищаюсь, я не знаю, Майклом Джексоном, например, не дай бог. То понятно, что Инга, в принципе, по ее ответу, понятна ее сущность. Или если Инга скажет, я восхищаюсь, там, великим праведником, Равыцкаком Зильбером, который всю свою жизнь помогал. Или любая часть им рэбы, например. То есть, по тому, кем восхищается человек и чью память он хочет оставить в этом мире, видно, кто он. Значит, как, например, бандеровцы. Да, те люди, которые прославляют убийц детей, по каким бы мотивам они детей не убивали, то эти люди злодеи. То есть, если они могли убивать невинных детей и невинных людей, и женщин, и стариков, и так далее. То есть, безоружных людей, которые ничего им плохого не сделали. То эти люди, как бы, они, понятное дело, что они злодеи, которым, ну, нету вообще никаких оправданий. С какими бы целями они это не делали. Получается, что тот, кто прославляет таких людей, в нем самом это же есть. То есть, он эту историю, эту память, он пытается в этом мире усилить. Поэтому спроси мне, спроси человека, кто твой герой, кем ты восхищаешься, и можно будет понять, кто ты. Понятно. Значит, а мы знаем, что память праведника благословена, она дает благословение, она в мире увеличивает благословение. А память, а память имя нечестивых, она сгниет, и также сгниет тот, кто с этим гниением соприкасается. Все, значит, Ануар Шуиншалин, мы теперь понимаем, что если он восхищается Бааль Суламом, значит, у него есть связь с Бааль Суламом, и значит, он хочет двигаться в этом направлении. Если Бааль Сулам, значит, мы понимаем, что Ануар Шуиншалин, у него есть, он в этот мир приносит часть Бааль Сулама, скажем так. Понятная идея, да? Дальше, восьмой отрывок. Восьмой отрывок звучит так. Хахам лев иках митсвот. Значит, человек, который мудрый сердцем, он возьмет заповеди в эвиль сфатаем и лабет, а глупый устами своими споткнется. Значит, что это значит? Как мы уже знаем, человеком управляет его сердце. Сердце человека – это весь набор его мыслей, которые он собрал в себе, вот прямо вся его память, все его убеждения, ценности, правила. Все его «я должен», «я не должен», «это хорошо», «это плохо», «это правильно», «я хочу», «я не хочу». У каждого из нас внутри есть целый набор в подсознании, набор идей, каких-то историй, которые человек когда-то туда собрал от кого-то. И дальше они у него внутри живут и варятся. И, значит, варятся, варятся, варятся и всплывают в его сознание в виде каких-то решений. Он может рассказать часть из того, что он внутри думает. На языке, мудрецов на языке Торы, все это вместе, вот то, что называется сегодня подсознание, то, что называется сегодня подсознание, это назвали мудрецы сердца. Теперь сердце бывает разное. Бывает, мы уже учили, человек, который эмоциональный, у которого его желания им управляют, то есть для которого эмоциональная часть «хочу», «не хочу», она очень сильная. Его называют хасер-лев, который не управляет своим сердцем. Теперь, значит, хасер-лев – это тот, кто не управляет своим сердцем. А здесь написано в восьмом отрывке «мудрый сердцем», хахам-лев. То есть есть такие люди, которые настолько, они наполнили свое сердце, свое мышление словами Торы, божественной мудростью, что они сумели… Хахам-лев – это уже больше даже, чем праведник. Праведник – это тот человек, который все время борется с собой, вот как мошек и мясоруб. Он борется с собой, у него есть какие-то желания, какие-то вещи, которые идут против Торы, например. Почему? Откуда они взялись? Потому что он родился и вырос в Харькове. Его воспитывали совсем по-другому. Ему объясняли, может, ты должен там что-то делать, но не объясняли, что ты должен служить Богу, например, да? Поэтому, когда появляются заповеди, которые Бог сказал, это приказы Бога, специально Бог так сделал, что они идут против желания человека. То есть заповедь – это приказ. Она потому так и называется, что заповедь – это на языке, на иврите – это «тсивуй», это как приказ. Митцва – это глагол «тсивуй» приказал. И вот Бог дал нам заповеди для того, чтобы мы преодолевали свое вот это вот злоэмоциональное животное начало, инстинктивное, которое ведет человека куда угодно, куда глаза глядят. Теперь и для того, чтобы мы преодолевали это животное начало и подчиняли его божественной воле, божественным заповедям. И тогда вот этот выбор, я выбираю свою часть божественную, этот выбор переносит человека на верхний уровень в духовность. Теперь, значит, пока идет борьба и ты в ней побеждаешь, ты называешься цадик, праведник. Когда ты в этой борьбе то проигрываешь, то выигрываешь, то проигрываешь, то выигрываешь, то ты нормальный называешься, средний. То есть ты веришь в Бога, ты хочешь двигаться к Богу, но вот это вот ты иногда проигрываешь в этой борьбе. Если ты в этой борьбе уже проиграл, есть два вида грешников. Есть вид грешников, который сказал, я не буду бороться со своими желаниями, я понимаю, что Тора это правда, я понимаю, что Бог есть. Но я проиграл в этой борьбе, я хочу жить, как меня сердце ведет. Вот хочу, жиру, хочу, не жиру, хочу, встаю, хочу, не встаю. Есть люди, которые в принципе проиграли в этой борьбе, своему внутреннему животному началу, и оно их просто по жизни, ну, кто-то дома сидит, кто-то там бродяжничает. То есть у каждого свое животное начало, но есть люди, которые не могут управлять своим хочу и не хочу. То есть это вот они называются хасер лев. Теперь, есть люди, самый высокий уровень, это хахам лев, у которых мудрость настолько пропитала их внутренний мир, то есть они впускают в свое мышление только слова Торы, только божественную информацию. Они все смотрят сквозь призму, все время помнят о Боге, как есть такое выражение, шевиси ашем ленагдитамид, всегда представляют, что ты стоишь перед Богом. И есть люди, которые победили реально уже свое животное начало, их животное начало уже не, как бы оно их не ведет против Бога, против Торы. И о них сказано, сказано в восьмом отрывке десятой главы, хахам лев, он иках митцвот, он возьмет заповеди. Малдым говорит, комментатор, что один раз всего в Торе упоминается, используется слово по отношению к заповедям, возьмет заповеди. То есть обычно человеку с трудом даются заповеди, он должен прилагать усилия. А тот, кто же стал хахам лев, мудрец сердцем, для него заповеди стали естественными. Это как Авраам, Ицхак и Яков, про отцы, они выполняли всю Тору еще до дарования Торы. То есть они настолько поднялись и соединились с Богом, что для них воля Бога, это была их воля. То есть у них не было против Бога вообще никакого сопротивления, даже когда Бог проверял Авраама, сказал ему там, убей сына, отлично. О, сегодня, кстати, седьмой Адара, день рождения, Иерцайт Машер Абейну. Сегодня отличный такой день, когда в мир пришел и ушел из мира, велите Машер Абейну, Моисей, который получил от Бога Тору, пророк всех пророков. Это очень интересно. Еще раз, давайте восьмой отрывок закончим. Значит, хахам лев, тот, кто уже пришел к тому, что он свое мышление поднял на уровень божественной мудрости, он возьмет заповеди, ему будут несложны эти заповеди, то есть они станут для него естественным его ходом жизни. В эвиль сватаем и лабет. И вель, эвиль, это второй путь, эвиль это второй путь, второй как бы вид грешника. Значит, есть грешник, который знает, что Тора правда и что божественные заповеди это правда, но он не может справиться, не может справиться со своими, со своими эмоциями, со своими желаниями. А есть эвиль, это грешник, который отрицает божественную волю. Он от слова эвиль это скептик такой, да, улай это, может быть. Он говорит, отлично, значит, я хочу делать то, что я хочу. А вот царь Соломон в своей книге Мишли, он говорит, что мудрый сердцем возьмет заповеди, а скептик, он своими устами споткнется. И что говорит в этот раз, говорит этот скептик, грешник? Он говорит, а кто сказал, что царь Соломон прав? Кто сказал? Может он не прав, может я прав, может быть вот он так написал, а я по-другому напишу. Ну, все, и скептик, он берет и как бы он подрывает саму возможность вернуться к Богу. Иногда скептик, бывает на другом уровне скептик, он говорит, ладно, хорошо, я принимаю Тору, я принимаю, что есть Бог, есть душа, есть заповеди. Хорошо, эта идея мне нравится. Но что я должен делать, это перебор, это перебор, я не должен делать. Я как бы, я помню когда-то, один такой, я только начинал соблюдать заповеди, и очень часто спорил с людьми, пытался им доказать, вы что не видите очевидные вещи, что весь этот мир это иллюзия, и она пустая иллюзия какая-то непонятная, что есть вот Тора, заповеди и так далее. Я как-то с одним разговаривал, а он мне говорит, а что я должен, говорит, Йом-Типур соблюдать? Я, говорит, не должен Йом-Типур соблюдать, я хочу в Йом-Типур кушать. Бог же, он меня любит, любит, так почему он хочет, чтобы я страдал? Типа, если Бог любящий, так он, значит, мне разрешит кушать Йом-Типур. А я ему говорю, отлично, у меня к тебе вопрос. Если ты знаешь, что Бог сказал не кушать в Йом-Типур, то есть он тебе сказал, день в году постарайся преодолеть свою животную природу, и этот день посвятит духовности для того, чтобы в этот день ты понял, что ты хозяин своего тела, а не тело хозяин тебя. Что нет тела тебя заставляет кушать, не кушать там и так далее. А ты хозяин своего тела, и ты один день можешь сказать, я как ангел, я вообще не буду кушать. Есть люди, которые неделями не кушают, так хоть день не покушай. Я ему говорю, смотри, ты говоришь, что если Бог тебя любит, он разрешит тебе покушать. А ты вопрос по-другому задай. Ты Бога любишь, и если ты Бога любишь, так ты не покушаешь один день. Понятно, да, идея? То есть человек должен смотреть на себя, и у каждого из нас есть возможность на любом уровне приблизиться к Богу, отдалиться от Бога, установить с ним контакт, уйти от контакта и так далее. То есть выбор, Бог специально так сделал, что у человека есть выбор. Он говорит, я создал тебя по образу меня. Я творец мироздания, ты творец своей жизни. Давай, твори, делай. То есть хочешь сделать из себя животное, делай. Хочешь верить, что ты обезьяна, верь. Хочешь стать праведником, стань. Хочешь стать веганом, будь. Хочешь мясоедом, жри. Все, что хочешь, все у тебя в руках, свобода выбора. Только тот мир, который ты строишь, это твое произведение. Если ты строишь свой духовный мир, отлично. А если не строишь, то ничего не поделаешь. Все, дорогие друзья. Вот мы изучили, сегодня мы изучили, значит, два отрывка из 10 главы. Давайте сделаем вывод, что нужно как можно больше упоминать праведников. Нужно как можно меньше упоминать злодеев. Нужно стать мудрым сердцем и не попасться. Тот, кто марбебы дворим, тот, кто умножает слова, он точно придет к греху. Поэтому нужно спокойно быть прямым, спокойным, выполнять заповеди, будет все отлично. Все, удачи, успехов. Всем хорошего дня.